В прошлом году в Артемовском городском округе случилась ситуация, назвать которую кроме как чудовищным вандализмом просто нельзя. Неизвестные похитили ограду с могилы воина-афганца Юрия Александровича Лебедкина. Наш земляк попал в Афганистан весной 1985 года. Воевал под Кандагаром. 18 апреля 1987 года при уничтожении душманского каравана он подбил головную машину и уничтожил охрану, тем самым обеспечив успех в бою нашим солдатам. К сожалению, выполняя свой интернациональный долг, уже 21 апреля того же года он погиб. Вместе с разведгруппой Юрий Лебедкин вылетел на помощь афганским войскам, которых теснили боевики. Вертолет был сбит, все, кто находился внутри, погибли. Посмертно Юрию Лебедкину присвоен орден Красной Звезды. И вот на родине героя показали, как чтут его память. По словам руководителя Артемовского отделения Объединения ветеранов «Боевое братство» Андрея Афанасьева, по характеру повреждений было понятно, что ограду сначала попытались выдернуть, но не справившись с массивными чугунными стойками, использовали газорезное оборудование. Это говорит о заранее спланированной акции, проведенной не просто стихийно какими-нибудь опустившимися антисоциальными элементами. Андрей Александрович сетует, что при расследовании местный представитель правоохранительных органов не провел всех необходимых мероприятий, ограничившись лишь примерной оценкой стоимости оградки в качестве чермета, которую признал незначительной для дальнейшего расследования. Однако мир не без добрых людей. На помощь артемовским боевым братьям пришел Владимир Анатольевич Архипов, сам служивший в Афганистане в то неспокойное время. Десантник. Он участвовал в серьезных боевых операциях, был ранен, имеет правительственные награды. Помогая финансово, он действовал не как общественника, как человек, на личном опыте знающий, какое значение играет сохранение памяти о наших воинах, в разное время защищавших нашу страну, помогавших в трудной ситуации другим государствам. Артемовские боевые братья выражают слова благодарности Валерию Кочневу, который тоже не остался в стороне и оказал помощь в восстановлении могилы нашего земляка. Ситуация заставляет задуматься над тем, каким отморозком нужно быть, чтобы украсть ограждение, при этом повредив памятник с могилы ветерана-афганца. Насколько циничны те, кто совершил подобное, кто воспитал их такими и при чьем попустительстве они творят свои отвратительные дела. И вот еще один печальный сигнал. С могилы известного ветерана Евгения Альбертовича Фатеева куда-то пропала часть ограды. Правоохранительным органам необходимо с особым вниманием отнестись к подобному подпольному бизнесу, от которого страдают не только ветеранские могилы, но и места захоронения обычных артемовцев, каждый из которых вписал свою страницу в историю нашего муниципалитета. Педагогам и наставникам подростковых объединений всех направленностей также нужно особое внимание уделить воспитанию подрастающего поколения уважительного отношения к местам захоронений, памяти о своих предках и земляках. Не секрет, что нередко посещение кладбищ заканчивается распитием алкоголя, пьяными выходками и другими оскорбительными действиями. Пока культура посещения таких мест останется на этом уровне, сложно говорить о том, что будущие артемовцы, в чьих семьях подобные ситуации – обычное дело, вырастут людьми с большой буквы, достойными членами нашего общества.